здравствуйте приветствую себя на канале в прошлом видео мы рассмотрели подход работы с svg файлами создали вот такой вот рельефный выпуклый рисунок на поверхности сферы в этом видео хочу рассмотреть еще один подход использования svg файлов но уже дополнительно с инструментами скульптинга мы попробуем получить удобный результат итак для начала я создам сферку будет 300 а offset plane перемещу его вперед сюда а далее я выберу insert свг выберу заранее заготовленный файлик вставлю его на эту поверхность так необходимо его отмасштабировать каким-то вот таким образом окей так просто видим мы с помощью инструмента extrude из вкладки surface вот так все проэкструдировали на поверхность шара и с помощью инструмента сплит фэйс создали вот такие вот разрезы на поверхности на фейсе в принципе не можно применять операцию удолщения какие-то наверное не будет вызывать ошибок в принципе мы уже можем перейти в инструмент реформ поставить здесь object snap давайте посмотрим а вот мы видим что прилипания нету но прилипание есть только поверхности нашего шара как быть если мы хотим чтобы скажем нам данный эскиз помогал строение нашего куплинга нашего узора на поверхности в принципе мы можем прокликивать это вручную но это рассмотрю уже другой метод а я же предлагаю катиться назад убрать эти фэйсы так далеко и с помощью комментов и скетч опять неудобно они сделали нужно сначала создавать эскиз а значит project include project surface я выберу поверхность и выберу так наш эскиз двойной клик и двойными кликами я сейчас все это выберу опять есть два способа close this point то есть он получится достаточно равномерно так у нас эскизик здесь а можем попробовать лонг вектор вот он такой более похож на то что мы делали с помощью экструда спит фейс остановимся на нем нажму окей не скетч закрой наш первый эскиз и у нас на поверхности образовался вот такой вот трёхмерный эскиз мы его можем выделять можем его отключить а какая интересная особенность мы можем перейти в create форм делать здесь выбрать инструмент фейс поставить галочку object snap и посмотрите наши фейсы будут прилипать автоматически к границам нашего эскиза я считаю это очень удобно и может прям очень очень сильно упростить жизнь когда мы хотим сделать какой-то трёхмерный орнамент вот мы видим что он прилипает поверхности у нас в принципе очень так хорошо если что наверно действует выбрать инструмент edge тогда нужно будет делать ну наверное на один клик меньше так здесь наверное стоит да немножко переделать далее я наверное ускорю видео в несколько раз и мы посмотрим какой результат у нас получится сделать да отдельно хочу обратить внимание что нужно достаточно аккуратно подходить к вопросу топологии как сеточку располагать так наверное как то вот так насколько я понимаю желательно избегать треугольников возможности создавать все это с помощью четырехугольников немножко плохо наверное по точкам object snap вот так вот это попробую сделать далее видео ускорю посмотрим уже на результат ну и результат ну и результат ну и результат вот так вот так я Продолжение следует... 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 попробуем от них избавиться удалю этот элемент и используем fill hole окей далее попробую минус 2 софт окей так рендер да хорошо давайте отключим скетч наш видим что достаточно плавно такое получилось у нас узорчик здесь есть какие-то неровности но можно вернуться обратно скульптинг не так она и использовать например инструмент interpolate ко всему этому выбрать surface point но как видим становится очень гладким наш line но меняет свои барит очень сильно размеры зато смотрите на тени все очень гладенько очень хорошо но еще дополнительно мы видим что вот он отлипает от поверхности поэтому перейдем обратно все таки к операции на тени и здесь поставим шарп окей вот такой вот элементик получилось создать далее в принципе мы можем применить инструмент mirror duplicate попробовать ну это конечно вопрос к первоначальному позиционированию уже окей да вот два элемента так отключу наш эскиз он наверное больше не нужен так посмотрим что можно сделать с помощью insert edge давайте сделаем на 0 3 и вот страны на 0 3 а я где-то читал что так не то выбралась а он опять вставляет его почему-то только сюда ну а можно воспользоваться инструментом insert point на самом деле просто вручную все это прокликивать далее наверное немножко ускорю видео и и и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон» Так, мы применили инструмент «Bevelage» К нашей грани Какой-то результат получился Только, наверное, так Так, я Немножко перестарался Нужно Другой размер поставить Так, попробую все исправить По-другому Так, «Bevelage» Здесь сделаем 0,2 Окей Получились вот такие вот фасочки Попробуем сделать «Uncrease» Так, плохой пример Центральный контур побор будем выбрать И сделаем «Uncrease» Так, тоже не очень Верхний контур И «Uncrease» Окей А далее этот нижний «Uncrease» Окей Мы видим, что получили Такое вот Мягкое скругление Достаточно И нижняя поверхность Она у нас Очень повторяет поверхность шара То есть Как раз когда мы будем Преобразовать это все Твердое тело Комбинировать Нам это все очень поможет Вот уже именно Логическая операция Так, ну Без этого похоже никуда С такими проблемными местами Так, ну Да, вот он Может его преобразовать Твердое тело А, собственно Про что это история О том, что нужно очень аккуратно Строить эту сетку И понимать о том Как потом с ней работать Давайте Иду в дизайн О, еще Едит форма Например, можно С софт-модификатором Все это Каким образом Изменить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так вот для всего этого контура Делаю Делаю Анкрис Нажиму ОК Так, попробую еще Интерполейт По всему этому Нажиму Финиш форму Давайте посмотрим Изделие У нас Есть прилегание К поверхности Да, давайте посмотрим Инспект Интерференция Да, вот Видим, что не везде Интерполяция То есть после Инструмента интерполяции У нас здесь немножко все отлипло Но можно По-моему, просто Просто операция МОВ Это чуть-чуть ниже Либо когда мы Задаем толщину Все это детали Задать, например, не 3 мм 2, как мы делали здесь А сделать, например, 5-10 Потом немножечко Утопить Это внутрь тела Далее просто С помощью Комбайн Можно все это Вместить Наверное Немножко не про это Давайте перейдем в рендер Посмотрим Как у нас здесь Поверхность выглядит Мы немножко Поиграли с этими капельками Видно, что Они плавные Но, наверное, Недостаточно Ну, мы времени потратили Не так много На их создание Пейт глоссе Мне нравится Как выглядит Этот цвет Давайте будем Сочетание с черным Смотреть на то, как Какой кривизны У нас здесь Получились Данные взоры В целом Я взглядом доволен Я думаю, что Данным методом Можно пользоваться А если еще Изучить немножко Топологию И Правильно Строить сетку Соединять Все эти переходы Итак Вот Такой вот Элемент Такой вот Узор У нас получилось Создать на поверхности Нашей сферы С помощью Векторной картинки В формате SVG И Инструментов Скульптинга Я взглядом доволен Считаю, что Данным методом Можно Пользоваться Если Немножечко Понимать Топологию Правильно Строить сетку Можно Задавать Модификации Делать Различные Здесь Плавные Переходы И На самом деле Сделать эти узоры Более сложными И Красивыми На этом Я видео Заканчиваю Желаю Всем Творческих Успехов Подписывайтесь На мой канал До новых Встреч